Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Большое спасибо компании Bittrex за то, что мы можем сегодня с вами разговаривать. И надеюсь, что эта тема, о которой я сегодня говорю, вам интересна, если вы прочитали, о чем я. Скажите, пожалуйста, сколько здесь собственников бизнеса? И кто все остальные? Окей, потому что сегодня я буду говорить для собственников. Конечно, большинство этой информации можно переложить на просто управление, на любого руководителя, и сейчас подход, в котором я работаю, с которым я экспериментирую вот уже 14 лет, наверное, бизнесу 14 лет, сейчас он набирает обороты и становится довольно популярным. Если, например, лет 5 назад то, что я говорила и то, что я делала, мне казалось, это чисто женский подход к управлению, то сейчас я с удовольствием вижу много мужчин, и реально, когда я разговариваю с мужчиной, я понимаю, что это не гендерный вопрос, это вопрос совершенно другого отношения с собой, с компанией и с людьми, с которыми мы работаем, как внутри компании, так и снаружи, с клиентами. Этот доклад я очень быстро буду говорить, потому что за 30 минут, к сожалению, много я вам рассказать не смогу и глубоко погрузиться в тему тоже не смогу. Пройду по верхам и оставлю время на вопросы, чтобы вы могли задать конкретные, которые вас интересуют. Самая главная моя идея, это в том, что собственник... Кликер у меня пока не хочет ничего передвигать. Главная идея в том, чтобы собственник со временем, не сразу, должен в любом случае ставить себе задачу выходить из операционного управления. Скажите, пожалуйста, тоже, кто здесь, вышел из операционного управления, является собственником, не вникает в операционные процессы. Они отстроены. Раз, два, немного. Вот. И все понятно, что... Да, кстати, давайте я представлю, что это я так сразу... Про собственников. Сеть центров семейной медицины «Здравится». Сейчас это 5 клиник. Это лидер по поликлинической медицине в городе. Развиваемся мы 14 лет. Сначала это был один центр, потом через 4 года второй, еще через 4 года третий. Третий уже открывали практически без моего присутствия. Четвертый и пятый мы открыли с разницей в 2 года. Вот. И четвертый и пятый я практически не появлялась на стройке, практически ничего не делала для того, чтобы запускать эти центры. Это делала команда. Понятно, что четвертый и пятый открывать легче, чем первый. И тем не менее, открывали сами, открывали успешно. Более того, я считаю, что открывали лучше, чем я бы это сделала. Потому что у меня есть свои особенности, и у каждого собственника есть свои особенности, которые не очень хорошо подходят для регулярного менеджмента. Так часто бывает, потому что предпринимательское мышление – это отдельный вид мышления, который мешает администрировать процессы. Ну, так обычно бывает. Если тип личности собственника административный и ему комфортный, я тогда бы, может быть, и не ставила такую задачу, как выход собственника из оперативного управления, но я ее все равно говорю, что это все равно нужно делать. Потому что если мы хотим, чтобы компания развивалась, необходимо определенные вещи проделать, как с собственником, так и с компанией. И в какой-то момент, если все стабильно администрируется собственником, то откуда брать энергию и идеи для развития? Потому что обычно текучка занимает 120% времени. Это классическая история. Она не занимает 80, она не занимает 60. Она занимает все время, которое вы освободите для работы. Это классическая история. А мы тут пока пойдем дальше. И задача, соответственно, готовить компанию для того, чтобы она могла работать без нашего прекрасного присутствия, а себя готовить к тому, чтобы мы это смогли сделать. Потому что в первую очередь тормозит развитие компании и тормозит делегирование, тормозит выход из операционного управления сам собственник. Я не буду здесь вам сейчас рассказывать красивые истории, интриговать вас. Спасибо большое. И, как и говорил предыдущий докладчик, я с ним совершенно согласна, обычно первые годы управления любого собственника выглядят вот так. У собственника есть видение, как должен развиваться бизнес, у собственника есть видение, как должен работать каждый сотрудник, как должно выглядеть то и то и то. Но при развитии бизнеса это становится абсолютно невозможно, потому что, во-первых, мы, если говорим о более крупном бизнесе, мы перестаем быть компетентными специалистами в каждой сфере. Это невозможно. И если мы ограничимся тем, что мы будем настолько компетентны, насколько компетентны, это довольно небольшой потолок роста для бизнеса. То есть если все будет проходить через собственника и через его понимание, как это должно быть. Идеальная картинка, когда мы нанимаем специалистов, которые выше уровнем нас в каждой конкретной области и оставляем себе управленческую деятельность, а затем переходим дальше. Дальше мы не переходим. Так, хорошо. Здорово. И мы переходим дальше. И я сейчас чуть-чуть перепрыгну вперед. То есть от управления нужно вовремя перейти еще и к понятию лидерства. Это как раз я специально заменила. Сейчас мы не будем про термины. Термины здесь не очень важны. Важно то, что я вкладываю в этот смысл. Что собственник должен стать немного другим. И он должен стать, некоторые начинают сравнивать это с батарейкой. Я против понятия батарейки и вообще вот такой метафоры. Он должен скорее стать прожектором для бизнеса, прожектором и может быть лампочкой. То есть светить. Но не подзаряжать всех своих сотрудников, как иногда делают собственники, а потом домой приезжают, падают и говорят, больше говорить не хочу с семьей. То есть собственник должен оставаться энергетичным и способным давать бизнесу новые идеи, новые развороты. Вовремя видеть, когда нужно бизнес развернуть. И это достигается только через выход из текучки. Потому что в текучке мы не видим, что происходит вокруг. Более того, в текучке мы чувствуем такое ощущение, что все новое становится так же, как и для сотрудников. Боже мой, я не хочу ничего менять, потому что это же вот это, вот это и вот это надо сделать. У меня ситуация другая. Когда я понимаю, что я хочу поменять, делать буду не я. И поэтому мне намного легче. Но, опять же, делать буду не я, но будет делать команда. То есть не один человек должен вывести все эти изменения, а команда топов и команда middle management, которые все вместе точно могут осилить практически любые изменения в компании, если собственник им позволит. Ой, простите, буду пить немножко. Поэтому я провожу разницу между управлением как регулярным менеджментом и лидерством, как определенным состоянием, определенным образом жизни, в котором собственник должен поддерживать себя, как растить себя, как личность. Это абсолютно важно, потому что от уровня, от того, как мы проявляемся, очень сильно зависит то, как проявляются сотрудники в нашей компании. У меня еще один из основных постулатов, то, что самый главный фактор роста компании – это зрелость сотрудников. Чем более взрослые и зрелые сотрудники у нас эмоционально и личностно работают, тем больше можно им делегировать и больше можно надеяться, что они будут делать сами так, как нужно для целей компании. Не для меня лично, а для целей компании. Что они сами будут соединяться с целями компании, будут сами запрашивать вообще, что мы дальше делаем, будут сами находить, когда надо изменить ситуацию и так далее. Но это делают только реально зрелые люди, которые осознанно приходят на работу за чем-то, не только за деньгами, не только за общением, но они еще реально делают что-то важное в этой жизни. И вот задача собственника — нанимать таких людей, поддерживать среду, которая этим людям позволяет быть такими и раскрываться такими, и давать им смыслы. И дальше мы. Можно, да, я не буду то, что там прочитывать? Соответственно, задача собственника, вообще ответственность собственника, даже так это говорю, потому что когда мы остаемся дольше необходимого времени в текучке, дольше необходимого, я сразу поясню, как. Вначале у нас на этапе стартапа есть здесь стартапы. Уже, наверное, нет, потому что кому интересен Bittrex, это уже, наверное, все-таки не стартап. На этапе стартапа мы в любом случае должны погрузиться в какой-то процесс, понять, как он работает, если только мы не тип собственника-инвестор. Тип собственника-инвестор работает вообще по другим параметрам, и я сейчас вообще не о нем. Я все-таки о тех собственниках, которые управляют собственным бизнесом сами, это не открытое акционерное общество, не выведено на IPO компания. Это просто обычная нормальная компания, относительно большая. И, соответственно, собственник должен выйти из операционного управления для того, чтобы дать бизнесу рост, а себе дать возможность создавать эти смыслы, создавать видение. Потому что в текучке видение не создается. Ну, вот поверьте, за две минуты нельзя создать видение. Это довольно глубокий процесс, который соединяет в себе работу с рынком, понимание рынка, понимание себя, понимание людей, для которых мы работаем, понимание людей, с которыми мы работаем. Я говорю сейчас о сотрудниках компаний. И вот оттуда формируется видение. Хорошо, когда есть конкретная мечта. То есть часть собственников, они счастливчики. У них есть конкретная мечта, которую они реализовывают. Но их обычно, ну, процента три. А все остальные заходят в бизнес по разным причинам. Обычно сначала зарабатывать деньги. Потом этот мотив заканчивается или не реализуется. И они понимают, что нужно что-то делать другое. Потому что просто за деньги сейчас бизнес делать очень плохо получается. И люди не хотят работать просто за деньги. Об этом тоже говорили сегодня утром. Генерить энергию бизнеса и вдохновлять людей, да, это задача собственника. Потому что если мы приходим на работу, и нам неинтересно разговаривать о том, что происходит, нам неинтересны эти люди, которые здесь. То есть какого черта они должны вдруг вдохновляться и что-то делать хорошо? Они тогда просто принесут свое тело на работу, отработают и будут правы. Потому что пока нам интересно, интересно и им. Пока мы показываем им другие горизонты, другие масштабы, они идут. Потому что не так много людей готовы вообще устанавливать другие рамки и другие масштабы и быть настолько смелым, чтобы изменять правила, которые вокруг. Но мы должны ставить какую задачу? Не просто заработать денег, не просто сделать какой-то работающий бизнес. Нужно хоть какой-то элемент лидерства в любую компанию вносить. Хоть лидером хотя бы лучшими стать в районе, потом лучшими в городе, в чем-то, по любому критерию, по какому-то, который реально важен либо сотрудникам, либо клиентам, а лучше тем и другим вместе. И вам тоже. И тогда у людей появляется некий стержень, вокруг которого можно нанизывать уже идеи, как вообще делать этот бизнес. И людям начинается хотеть, они начинают хотеть принадлежать этому бизнесу и быть причастным к этой идее. И это абсолютно точно работает. Я видела, как загораются глаза. У меня была такая история, когда я прихожу, не помню, когда, по-моему, в прошлом году, позапрошлом, и говорю, слушайте, давайте открывать пятый центр. Все, пора. И люди говорят, ага, пора. Огня нет. Я говорю, а что так? Ну, пятый, скучно. Понимаете, пятый центр открывать уже скучно. И все знают, что это просто объем работы. Вот такой-то и такой-то, вот такие-то сложности. Да, потом появится больше прибыли, да, появятся бонусы, скучно. Все. Хорошим сотрудникам, интересным, сильным топам неинтересно делать одно и то же. И собственник обязан генерить что-то, что им захочется делать. И тогда им интересно. И пока мы не разложили, а зачем мы открываем пятый центр, и ради каких других идей мы это делаем, и они увидели, что открытие пятого центра – это всего лишь часть совершенно другой стратегии, более осмысленной, более глубокой, у них не появлялась энергия. Вторая часть была какая, что они были перегружены. Когда люди перегружены, практически невозможно заставить их осмысливать вообще, что делать и куда-то двигаться, у них нет энергии, их нужно разгрузить. И, соответственно, у нас включилась программа делегирования. И чувствовать тренды – это то, что можно, когда мы находимся со стороны, потому что ездить куда-то и смотреть, как вообще это организовано. Хорошо, когда в компании есть отдел, который занимается инновациями. Однако же, опять же, отдел-то может быть есть, но собственник должен гореть этой идеей, и собственник должен видеть в цифрах в том числе, то есть видение, чем отличается от мечты, когда видение, оно уже оцифровано хотя бы немного, хотя бы на коленке мы понимаем, где здесь будет прибыль, потому что все-таки мы бизнесы генерируем не только смыслы, не только полезные, мы генерируем деньги одновременно, просто нельзя деньги вперед поставить, но они должны быть. И собственник должен понимать, а где деньги, а где то, что на самом деле интересно сейчас рынку, а где то, что интересно их компанию, и когда пора поменять направление деятельности. И вот это моя самая такая штука, что бизнес должен приносить деньги, свободу и кайф, и только это можно назвать на самом деле успешным бизнесом, потому что если бизнес не дает деньги, то это благотворительность, если он не дает кайф, то это рабство и место работы, скажем так, и если он не дает свободы, то это такая же работа на дядю, только еще больше обычно, то есть если у вас не появляется свободного времени, то это более серьезный, скажем так, контракт, посложнее будет, чем у работодателя, не уволишься, потому что. И задача. Это как мы переходим. Как переходим к тому, чтобы вообще по-другому начать работать со своей компанией. Я бы сказала, что можно будет здорово поменять свою голову, и тут сразу все заработает, и вот отойти от компании, и дать людям возможность работать, но не так. Сначала, конечно, людей нужно подготовить, и компанию нужно вырастить. Что бывает в компании, в которой создавал и растил собственник изначально, и он вовлечен очень сильно, и какие там сотрудники работают? Можно я прям интерактивчик такой? Какие идеи? Безинициативные обычно, потому что когда горит собственник очень сильно, то самые важные и главные идеи – это идеи собственника. И очень мало на самом деле поддерживаются идеи других, и только поддерживаются те, которые соединяются с идеями собственника, резонируют с ними или подходят. И обычно собственник, который очень сильно вовлечен в операционное управление, принимает на работу таких и формирует такую среду вокруг, и устанавливает такие правила, в которых проявляться можно, но не очень. То есть можно транслировать то, что угодно в компании. Можно говорить, что у нас нужно проявляться. Но формируются такие стандарты, и так с этими проявлениями работается, что на самом деле людям проявляться понятно, что не очень… Ну, это никаких бонусов не дает, это возникают сложности и так далее. Могу сказать, у меня такая компания довольно долго была, и сейчас мы еще из этого не вышли, когда я знала, как надо, и, собственно говоря, да, можно было предлагать. Но нужно было серьезно отстаивать свои интересы, чтобы вот эти предложения были приняты. И это было обосновано почему так, потому что никто же не знает, как лучше, чем я. Это однозначно. Поэтому нужно формировать другую среду, и нужно формировать, готовить все системы для того, чтобы операционное управление происходило без собственника. Что это означает? Это означает выстраивать горизонтальное управление, и это означает понять, где мы находимся, какая у нас стратегия, и как должны работать все эти системы. По сути, это настройка маркетинга, причем не реклама, а именно стратегического маркетинга, когда нужно определиться все-таки, какая стратегия хотя бы на три года, и этого достаточно иногда для того, чтобы понять, ну, к какой цели мы идем. Меньше сложно, потому что меньше можно поставить только очень маленькие цели, которые не вдохновляют. Поэтому минимальная стратегия — это все-таки 3-5 лет. Пусть все меняется, это не так страшно. Главное — задать вектор направления развития, чтобы было понятно, куда мы идем, и ради чего вообще мы тут стараемся. Потому что когда нет этого ради чего, ну, реально людям довольно тяжело генерить какие-то идеи и что-то придумывать. Дальше настройка всех систем. Я сейчас пройдусь по системам. То есть все, которые являются, это планирование, организация, контроль, вот эти все-все-все вещи, система мотивации, то есть все системы, которые в классическом менеджменте есть, они должны быть как-то надстроены и настроены. То есть должны быть стандарты, которые работают. Не стандарты просто написанные, которые никто не выполняет, а стандарты, которые работают. Стандарты, которые связаны с системой мотивации. И стандарты, которые наполнены смыслом. Потому что когда стандарт смыслом не наполнен, он и не выполняется, особенно ли выполняется не так, как хоть хотелось бы. Про это очень хорошо, кстати, пишет Недякин, как наполнять стандарты смыслом, и про то, как в России они не слишком наполнены, и тогда перестают работать. Например, в Германии так смыслом наполнять не надо. Ровно потому, что в Германии сказалось дело, в Америке так не надо наполнять никаким смыслом. Они привыкли выполнять правила, договорились, делаем. Но в России договорились, это не означает, что мы делаем. И, соответственно, только когда люди пропускают это через себя и согласны со стандартами, по-настоящему согласны, и по-настоящему понимают, как это действует, и как будет хорошо им и людям, с которыми они работают, если мы говорим про клиентов, вот только тогда они начинают работать и то не сразу, и то не всегда. И поэтому наша задача постоянно обновлять вот эти смыслы как собственников и постоянно работать с тем, чтобы люди понимали, что стандарты — это хорошо, правильно. Но там есть вторая часть. Сначала мы отрабатываем довольно жесткие стандарты. Точнее, даже есть три части. Первая — сначала мы стандартизируем на самом начальном этапе. Только то, что мы точно уверены, что так надо. Потому что когда компания растет, стандарты могут меняться каждый месяц, два-три. Поэтому стандартизировать нужно только-только основной бизнес-процесс. Потом, наоборот, компания стремится к тому, чтобы стандартизировать максимально, потому что когда она входит в стадию определенного стабильного роста, то становится понятно, как правильно. И дальше, для того, чтобы компания дальше смогла делать следующий рывок, следующий рост, она должна ослабить вожжи и перейти не к стандартам, а к принципам и ценностям. То есть к управлению по принципам и ценностям. Довольно сложная история. Мы сейчас к этому переходим. Не так просто. Нельзя перейти к этой стадии, если сотрудники эмоционально незрелые, по крайней мере, менеджмент. То есть только вырастив менеджмент до определенного уровня, когда есть нормальная ответственность, когда есть понимание, что люди будут делать так, как мы договорились, и люди будут исходить реально из цели компании, из своих личных целей, то тогда можно уже вводить вот этот метод, так скажем, подход к управлению, когда стандарты мы упрощаем, убираем оттуда лишнее, говорим, люди, главное, чтобы было, например, клиенту хорошо. Ограничения только вот такие. Все остальное – ваша импровизация. Это идеальная ситуация, к которой было бы здорово прийти. Понятно, что у каждого к ней путь свой. Это непростая идея, но она идеальная для того, чтобы компания могла не просто функционировать без собственника, а развиваться без собственника. Дальше. Настройка сотрудников и менеджмента. Это как раз, когда мы вот эти все стандарты отстроили. Это еще работа реально с людьми. И с моей точки зрения, у меня, наверное, работа с людьми занимает, у любого руководителя, и у меня в том числе, процентов от 60 до 80 времени процентов. Потому что вот создать какие-то таблички, создать положение и так далее, это все не работает, если мы это не проговорили и не обсудили, и не договорились между собой. Мы очень много используем коучингов в компании, и коучинговый подход как инструмент стал нашей палочкой-воручалочкой, потому что все другие моменты не работают. То есть когда мы директивно говорим, как надо делать, это работает ровно до момента, когда не случилось что-нибудь неописанное. И это совершенно не дает возможности действовать гибко. Дальше. Настройка себя как собственника. И вот это самое главное с моей точки зрения, потому что довольно сложно переходить к этому типу управления, когда мы по ценностям, когда мы настроили систему, когда мы отпускаем, когда мы верим в сотрудниках, когда мы понимаем, что они должны сейчас делать лучше, чем мы. Для собственника довольно большой удар по самолюбию, я могу вам сказать. То есть в этот момент мы вдруг понимаем, что мы на самом деле не самые главные в нашей компании. Самое главное в нашей компании – это команда и цели. И в этот момент мы перестаем ощущать свою незаменимость. А очень многие приходят в бизнес в том числе за ощущением незаменимости. Я, кстати, тоже в их числе. Но в какой-то момент я поняла, что бесполезно быть незаменимым. Это неэффективно, это невыгодно для компании. Если я буду оставаться, я могу так играть со своей компанией, но нехорошо. И в 2010 году я переосмыслила свой подход к управлению вместе одновременно с финансовой моделью. Потому что в какой-то момент я поняла, что мы вместе с мужем, мы собственники с мужем вместе. Мы поняли, что оно как бы развивается, а денег что-то не очень дает. И мы поняли, что нужно переходить к сетевой модели развития. Сетевая модель развития вообще не предполагает, что собственник управляет всем. Это просто невозможно. Никто не может разорваться для того, чтобы управлять и быть одновременно в пяти местах. А если еще у кого-то другие города, то это совершенно нереально. И, соответственно, я перестроила все управление. Я очень много передала людям. Конечно, я их подготовила. Конечно, какое-то время я стояла за спиной у каждого, готовая поддержать, поучаствовать в принятии решений и так далее. Но с 2011 года примерно я на самом деле уделяю времени где-то 35 часов в месяц управлению, не больше. Больше, скажем так, когда я уезжаю за границу, я меньше использую. И это только скайп-сессии с отчетно-плановыми собраниями. Когда я приезжаю в Новосибирск, мы, конечно, больше здесь работаем, потому что нужно дать как раз задел для всех остальных изменений. Но, в принципе, я работаю вот так. И это абсолютно так реально. Я не проверяю каждый день почту. Мне не звонят на телефон. И это при этом все работает. И для этого мне нужно было перестроить свою голову. Вот как раз про те самые установки. Я про них много пишу в соцсетях. О том, с какими мне нужно было поработать для того, чтобы понять, что я не единственная. И если я буду продолжать так, это не будет работать. И настройка среды. Это настройка всего, что окружает людей. Это настройка визуала. Это настройка эргономики. Это настройка языка стандартов. Потому что среда — это вообще все, что нас окружает. И если мы говорим о том, что, например, мы идем, конкретно Здравица, мы взяли курс стратегический на профилактику. Если мы говорим о том, что мы идем к профилактике, то мы не можем не включить понятие профилактика во внутреннюю среду компании. И уже год мы еще не предлагаем из профилактики практически ничего. Потому что там готовить продукт нужно, мы только один продукт запустили. Но в компании уже год идет программа внутренних профилактических курсов для сотрудников. То есть когда мы их запускаем в профилактику. И, соответственно, мы об этом говорим каждый месяц. Мы говорим о том, какие элементы профилактики можем внедрять уже прямо сейчас. А какие типы клиентов хотят работать с профилактикой. А каким не нужно это, и тогда что мы будем предлагать взамен. То есть вот об этом мы все время разговариваем. Так, я бы, наверное, здесь конкретику пропустила. То есть что именно? Ключевые просто параметры любого стратегического маркетинга. Здесь важно знать, Аркадий Цукер хорошо рассказывает о том, что от целевых аудиторий мы сейчас переходим к понятию сценарий потребления. Тоже нужно разобраться со своими сценариями потребления для того, чтобы понимать. А дальше, в общем-то, все как обычно. Здесь маркетологи, я думаю, довольно часто читают. Не буду повторяться. Настройка систем — это бюджетирование, планирование, бизнес-процессы, стандарты KPI-системы мотивации. Вот, связанные. KPI я здесь использую только как просто общий термин. Это не означает, что все мы должны сейчас зашиться в KPI. Это означает, что мы должны понимать ключевые параметры бизнеса, которые нам важны и как-то их связывать с системой мотивации ключевых людей, которые на них могут влиять реально. То есть вот прям жестко KPI у нас нет, может по-разному система мотивации быть оформлена. Но что мы измеряем, тем мы управляем. И, соответственно, что привязано к системе мотивации, все-таки то и работает, но оно должно быть поддержано смыслами. Здесь как раз неудивительно вообще, что мы сейчас с участием, точнее, Bittrex организовал эту конференцию, потому что для управления, реально, вот это сейчас меня никто не просил говорить, но для управления, например, для настройки среды, это будут следующие слайды, нам очень был нужен внутрикорпоративный портал, потому что когда клиники разбросаны территориально, а еще и внутри клиник врачи разбросаны по кабинетам, и они практически не общаются, нам очень сильно нужна была площадка для того, чтобы общаться между собой, и для того, чтобы информация проходила внутри компании и не терялась. Мы еще не подключили, например, понятно, что у нас практически все подключены администраторы, то есть Y-ки все подключены, управленцы все подключены, врачей подключаем потихонечку-потихонечку, создавая специальные инструменты, которые вовлекают их туда, но это важно. Так, ну и система контроля. Кстати, контроль у нас реально, система контроля у нас слабая по меркам большинства бизнесов, мы практически ничего не контролируем. У меня есть контроль по финансовым показателям, у генерального директора есть контроль по исполнению планов, ну и понятно, все финансовые, но у нас много аналитики, много отчетностей различного рода, мы убираем отчеты, которые не используются, но внедряем новые, которые нам нужны. И для этого всегда очень важно иметь базу для аналитики, собирать информацию для аналитики, потому что принятие управленческих решений сейчас без аналитики, ну скажем так, довольно сложное, скажем так, для меня вообще непонятно, как сейчас принимать решения, потому что как минимум даже, скажем так, поведение потребителей сейчас настолько меняется и дифференцируется, что если раньше, когда я придумывала маркетинговые акции, я могла опираться на себя, потому что я целевая аудитория собственного бизнеса. Но сейчас у меня сценарий один, потребление, то есть целевая, это может быть та же, она примерно и осталась, но сценарии потребления становятся очень разными. То есть я вам просто пример приведу, про что речь. И нужна информация, как люди потребляют и что они вообще делают. Беременные. Вот есть сценарий потребления. Беременная – это одна и та же целевая аудитория. Например, 20-30 лет, женщина, неважно какого дохода, пусть будет средний, средний плюс, но что происходит? Только одни беременные, они уже, например, второродки у них, или третий ребенок, или они считают, что беременность не болезнь, и поэтому поменьше мне, пожалуйста, я ничего не хочу. Я хочу прийти сегодня и потом перед родами, оформить документы и желательно, может быть, скрининг еще пройду, и все, больше ничего не хочу. А другие, которые первородки или которые после ЭКО, которые долго не могли зачать детей, они выхаживают абсолютно всю программу беременности. Целевая аудитория с точки зрения параметров одинаковая, сценарии-то разные. И это все важно прямо сейчас понимать, в каком бизнесе мы находимся, в каких трендах мы находимся, в каких изменениях мы находимся, и как это правильно учитывать в компании, в продажах, в производстве, в услугах, в сервисе, везде. Ну, я вернусь опять же к теме, какой ты такой бизнес. И здесь правда нужно, вот первое, с чего я начинаю, так же, как предыдущий оратор, это я разбираюсь с собой. Куда я иду и чего я хочу? Насколько мне интересно вообще то, что я делаю в компании? Потому что если мне не интересно, то, к сожалению, компания не вытянет на без отсутствия энергии собственника какое-то супермасштабное развитие. Если только вы не поставите какого-то очень яркого топа, но там свои истории возникают, потому что у топа же тоже вопрос, как он будет развиваться, и завтра захочет ли он. Поэтому здесь все-таки важно, чтобы мы, как собственники, находили реально абсолютно какое-то понимание, зачем нам этот бизнес, и он нам был в кайф. Примером чего я являюсь? Эффект трансляции. Не знаю, слышали или нет, есть такой прекрасный эффект трансляции, когда можно примерно понять, какой собственник, заглянув на ресепшн любой компании. Вот посмотреть на ресепшн, будет понятно примерно, что вы увидите, когда увидите собственника. Почему? Потому что это инстинктивные вещи, то есть это копирование, скажем, еще пришло это с самых простых копирования вожака стаи, и это абсолютно нормальные механизмы, мимикрии определенные, потому что все-таки все так или иначе подстраиваются под собственника, и собственник набирает руководителей, которые ему подходят, а руководители набирают людей, которые им подходят, и так или иначе все мы можем увидеть, что в компании так или иначе есть определенный дух, и дух задает собственник. Но одна проблема в том, что люди копируют модели поведения определенным образом. Негативные быстро и усиливают, а позитивные медленно и ослабляют. То есть слабее проходит, и соответственно собственнику очень важно не демонстрировать негативные модели поведения. А мы иногда не понимаем, что мы вообще демонстрируем. Мы не всегда в рефлексии находимся, и не понимаем, что со стороны люди считывают с нас. А позитивные нужно проявлять дольше и последовательнее, для того, чтобы люди приняли это как устойчивые правила игры. Как я отношусь к людям? Как я отношусь к людям, так люди будут относиться к клиентам. Это непреложное правило, будут единицы исключений. Но если я не люблю людей, то не будут мои сотрудники любить людей. И эффект трансляции будет работать, и я наберу все равно таких людей, которые не будут любить людей. Если люблю, то все в порядке. И какую среду я вокруг создаю? То есть что я поддерживаю? Потому что очень часто мы говорим лозунгами, но при этом реальная среда говорит о другом. И опять же, зайдя в любую компанию, можно понять, какие там на самом деле правила работают. О чем вообще компания? Как там разговаривают люди? Как они одеты? Какие компьютеры стоят? И так далее. И мы будем понимать, это про понты или про удобство? Это про красоту или про эффективность? Про экономию или еще про что-то? То есть мы всегда что-то транслируем в своей компании, и среда всегда транслирует сотрудникам, как правильно и как неправильно. И это очень мощный инструмент. После собственника это самый мощный инструмент. Это среда, которую мы создаем вокруг, которая показывает реальным примером каждый день. Потому что когда мы поговорили про стратегию, это правда один раз в месяц. Но каждый день именно среда, именно то, что окружает нас, показывает все-таки, что мы делаем, куда мы идем и зачем. И соответственно нужно думать, какую среду мы создаем. И среда это очень объемное понятие. И у меня 0-0. Поэтому мы здесь вовлечение, делегирование, развитие, построение команды, это все просто то, то, что необходимо делать сотрудниками. То есть тут какая основная идея, что сотрудников очень важно вовлекать. Я начинаю с менеджмента. Пока менеджмент не будет вовлечен и играть по тем же правилам, и в унисон говорить с собственником, довольно сложно протащить идею до конечных сотрудников компании. Поэтому я шла всегда так. Топ-менеджмент, мы прокачивали топ-менеджмент, потом мы прокачивали middle-менеджмент, сейчас его до сих пор прокачиваем частично. И дальше проходим уже до уровня конечных исполнителей. То есть у нас сейчас коучинговые сессии есть у врачей. Потому что по-другому менять мышление практически нельзя. Но они поддержаны подходом, который есть у управленцев, и все управленцы умеют задавать открытые вопросы. Правда, не все пользуются, но умеют все. Наталья, мы немножко не укладываемся сильно уже в тайминг. А это уже конец совсем-совсем с вопросами? На самом деле вопросов два. И они такие, что две Екатерины спрашивают, а что же вы порекомендуете читать дальше? Поэтому я посоветую обеим Екатеринам погнаться за Натальей, пока она будет уходить. Потому что список литературы рассказывать долго со сцены. Список литературы лучше просто стукнуться ко мне в директ, в инстаграме скину. Я сама читаю онлайн-лекции, когда расшифровываю все эти темы более глубоко. Есть записи мастер-классов определенных и так далее. То есть на самом деле варианты есть. В книгах, в чистых книгах, я этого пока подхода не видела. Мне понравилась книга Константина Харского «Ценностное управление». Это на самом деле не книга, а такой конспект его тренинга. Есть кое-какие спорные моменты, но если абстрагироваться от просто манеры его подачи, то сами инструменты, которые там даны, очень хорошие. И остался последний вопрос. Он на самом деле, видимо, вытекает из того, что все расписано очень подробно и кажется таким простым. Откажитесь от того, чтобы влезать. И так далее. Собственно, вопрос заключается в том, а сколько топ-менеджеров в Здравице? В Здравице сейчас 10 топ-менеджеров. Это со мной? Нет? Или без меня? Слушайте, я даже… Мне с цифрами плохо, потому что я так отделегировала, что я говорю, я не помню, сколько у меня людей в колл-центре работает. Не знаю, хорошо это или плохо, но правда не знаю. 10 человек – это топы и еще столько же примерно middle-менеджмент. А в целом у нас, например, компания на страт-сессии, на глобальные ежегодные сессии, это 30 человек выходят с ключевыми специалистами. Нет, больше… Нет, 15 middle-ов. 15 middle-ов, что я вру-то, как минимум. И вот 30-35 человек – это те люди, которые управляют компанией в 430 человек. Я могу сказать, эта пропорция довольно необычная. Она не очень эффективная, потому что у нас достаточно большой аппарат менеджмента, но мы не нашли другого способа, как развиваться в сетевом формате и поддерживать качество. Потому что, когда в сетевом формате развиваешься, то качество довольно резко падать может. И мы это видим, потому что с каждым открытием каждого центра нам приходится очень много усилий тратить на то, чтобы отстроить всю систему заново и улучшить показатели. То есть, если мы посмотрели бы финансово, то мы, по идее, должны были бы при сетевом развитии получать снижение доли управленческих затрат, оно растет у нас как прямые затраты. Ну вот такая модель, но тем не менее она дает свою финансовую эффективность довольно хорошую. Отлично. Спасибо большое. Если у вас есть еще какие-то вопросы, мчитесь за Натальей. Спасибо огромное. Есть ли какие-нибудь вопросы? Лучше, если это произойдет в кулуарах, обязательно обратите внимание, кстати, на формат бизнес-эпицентр. Я не знаю, вас уговорили там быть или нет. Нет. В первом зале 10 экспертов, которые какие-то тематические советы раздают, поскольку я здесь, я ничего не могу сказать, как это происходит, но обязательно сходите, посмотрите. Все, спасибо вам большое. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо. Спасибо.